В имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь Получение отленности бытия Из беседы 23 на 2 послание Коринфянам Иоанн Златоуст Благородно мыслящему человеку не должно хвалиться Не только тем, чего не имеет, но и тем, что имеет Так поступал патриарх Авраам, который говорит Я прах и пепел Бытие 18.27 Поскольку он не имел таких грехов, о которых бы мог сказать А сиял добродетелями То рассмотревший все и не нашедший важного предлога к обличению самого себя Обратился к природе своей И поскольку слово прах в некотором отношении еще почтенно То и присовокупил слово пепел Поэтому же и другой некто сказал Что гордится земля и пепел Серахов 10.9 Не говори мне ни о цвете лица Ни о вытянутой шее Ни об одежде Ни о коне Ни о свите Но размысли и скажи Чем все это оканчивается Если ты указываешь на видимое То я покажу тебе тоже на картинах И еще гораздо блистательнейшее Но как мы не удивляемся изображенному на картинах Зная, что это в существе своем грязь Так нет причины и этому удивляться Ибо и сие также грязь Но и прежде, нежели сие разрушиться и обратиться в пыль Покажи мне этого вытянутого Когда он страждет горячку И находится при последнем издыхании Тогда побеседуюсь с тобой и спрошу Что сделалось из всего богатого украшения Куда девалось множество ласкателей И услужливых рабов Обилие богатства и стяжаний Какой ветер нашел и рассеял все это Но скажешь, что он или Жанас Семадре Имеет при себе знаки богатства и знатности Облечен в великолепные одежды Сопровождаем бедными и богатыми И прославляем народом Хотя и это уже весьма смешно Однако же оно тотчас подобно цвету Опадает и развеется И как скоро выйдем из-за ворота города И представший тело червям возвратимся Спрошу тебя опять я Куда идет эта многочисленная толпа Где прежний вопль и шум Где светильники Где лики женщин Не сновидение ли все это Что значили сие вопли Где те бесчисленные голоса Которые кричали и убеждали Не страшится, потому что смерти нет Не теперь надлежало говорить ему о Сем Не теперь, когда уже не слышит Но в то время, когда похищал Предавался любостяжательности С небольшой переменой слов Надлежало бы говорить ему Не надо слишком надеяться Никто не бессмертен на земле Удержись от своего безумия Угаси похоть Не надейся на неправильное стяжание Теперь говорить ему о том Свойственно не доброжелателю А насмешнику Потому что Сим заставляешь его Не надеяться, а страшиться и трепетать Но если бесполезно уже сие Для сошедшего с поприща То, по крайней мере, пусть услышат Те из богатых Которые страждут той же болезнью И сопровождают гроб Они, быв упоены богатством Ничего такого не представляли себе прежде Но в настоящее время Когда самый вид лежащего пред ними Уверает их в истине наших слов Пусть образумятся И научатся через несколько времени И они будут отведены к страшному отчету Чтобы принять наказание за все Что они похищали и неправильно приобретали Аминь 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 Аминь